Хасан Баиев Что стало с чеченским хирургом, спасшим Басаева и Радуева? Известный врач с мировым именем Хасан Баиев родился в Алханкале, при городе Грозного, в 1963 году. Его отец, травник по профессии, служил в Советской Красной Армии, но был депортирован в Казахстан в феврале 1944 года. Родители Баиева вернулись в Чечню в 1959 году после того, как Никита Хрущев начал кампанию дисталинизации. В детстве слабый и хилый ребенок, Баиев подростком занялся боевыми искусствами, чтобы преодолеть свои физические недостатки. К 18 годам он уже стал обладателем черного пояса под зудо, выиграл национальные соревнования и мог бы сделать приличную карьеру спортивного тренера. Однако Баиев захотел стать врачом, так как его сестры были медсострами, а отец – знахарем. «Я всегда хотел сделать что-то полезное для общества», – признавался врач. «Я считал медицину своим призванием». Баиев был принят в Красноярский медицинский институт в Сибири в 1980 году и стал специалистом-хирургом. Он вернулся в Чечню в 1988 году, где и начал работать по профессии. В начале 1990-х годов Баиев отправился в Москву для дополнительного обучения и работы. Пациенты к нему приезжали из-за границы, из Швеции, Германии, Швейцарии. Так как тогда в Москве отличные медики запросто делали операции за десятую часть от их европейской стоимости, «Я мог бы остаться в Москве, но к 1994 году стало ясно, что на Кавказе разразится война, и я решил, что мой долг помочь чеченцам», – вспоминал Баиев. «Поэтому я отправился в родную Чечню». В Чечне он оказался одним медиком сразу на пять населенных пунктов с ста тысячами жителей. Свою старенькую Ниву Баиев использовал как машину скорой помощи. Людей спасал без сна и отдыха, при свете керосинки и при страшном дефиците любых лекарств и инструментов. Ассистировала ему родная сестра. В 2000 году Баиев оказался единственным хирургом для почти 80 тысяч жителей Грозного. Однажды он сделал почти 100 операций в течение 48 часов. Раз Баиев спас даже корову, единственную кормилицу чеченской семьи из пяти человек. За лечение драгоценного животного ему в качестве благодарности дали баночку сметаны от этой коровы. Баиев считает это самым ценным подарком в своей жизни. Среди его пациентов были и российские солдаты и боевики, даже полевые командиры Шамиль Басаев, Арби Бараев и Салман Радуев. Разница для тех, кого лечить врач не делал, оставаясь в верном клятве Гиппократа. Поэтому обе стороны конфликта считали действия Баиева по отношению к другой стороне изменой, и ему неоднократно угрожали. Никому я негатива не чувствовал. Всех их тогда заставили брать в руки автоматы, говорит Баиев. Медицина она, вне политики. Каждый сам перед Аллахом ответит за свои деяния, плохие или хорошие. В связи с этим правозащитная организация «Врачи за права человека» выхлопотала предоставление Баиеву и политического убежища в Соединенных Штатах. Баиев с семьей вылетел в Вашингтон в апреле 2000 года. Сейчас он официально живет в штате Массачусетс. Но с 2008 года доктор Хасан занимается бесплатным лечением детей в Грозном, по нескольку раз в год приезжая в Чечню и проводя здесь большую часть времени. Помогал он бесплатно и детям Беслана. Баиев известен как великолепный врач от Бога и автор сразу двух автобиографических книг, переведенных на множество языков мира. Американцы из меня не вышло. У нас, чеченцев это в крови, куда бы ни занесла нас наша судьба, мы обязательно должны вернуться домой и всегда возвращаемся. Говорит о себе Баиев. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.